Все, мы с вами в эфире, поэтому я хочу сказать, как всегда напомню, что я посвящаю все свои уроки, статьи и книги, которые я продолжаю делать. Вот я все это посвящаю памяти и возучрению души своей жены, Люба Бат-Михаэль, которая ушла из жизни полтора года назад и посвятила 20 лет, если не больше, созданию комментария, развернутого комментария книгам пророков. Надеюсь, что это уникальная работа, действительно, тысячи книг разошлись. Здесь многие читают, и те, кто прекрасно, владеют ивритом, потому что аналога такой работы нет. Это как бы мое такое дежурное объявление, для меня очень важное. А мы с вами сейчас выводим текст на экран и продолжаем с того места, где мы с вами остановились. Я надеюсь, что мы с вами видим сейчас текст. Правильно? Ну, кто-нибудь подтвердите мне? Ну, верно, видим. Да, да, конечно, видим. Видим. Вот, и мы с вами в четвертой главе, в интереснейшей главе. Вот, и продолжаем. Я напомню, что она начинается с обращения Всевышнего. Если будете возвращаться, сыновья Израиля, возвращайтесь ко мне. И мы об этом много говорили. Вернуться ко Всевышнему. Не ошибиться по дороге, не сбиться, не вернуться куда-то приблизительно. Я напоминаю замечательное, просто, так сказать, замечательное замечание Датсу Фрим, который говорит, что вернуться ко мне, говорит Всевышний, а не куда-то в другое, к другому кому-то. Это вернуться к величию Израиля. Не буду повторяться, мы обсуждали этот момент. Вот, и мы продолжаем четвертую главу. И здесь говорится так, а мой же от зла сердце свое, Ирушалай. Очень интересно, потому что здесь как бы образ переходит в образ, цепляется и за одно, за другое, и переходят в другие пророки, в Ехискеле. Вы смотрите, что у нас происходит. До этого было сказано, обрежь свое сердце. А теперь как бы уже после обрезания, после обрезания остается кровь, ее нужно омыть, смыть эту кровь, удалить ее. Теперь обратите внимание, если Ихискель говорит в 16 главе своей книги, бедамай хаи, бедамай хаи, в крови своей ты будешь жить, то здесь говорится, омой эту кровь. Так, когда Ихискель говорит, в крови своей будешь жить, речь идет об изгнании. В крови своей будешь жить в изгнании. Что за кровь? Как мы с вами говорили, это не кровь раны у Ихискеля, а это кровь рождения. И вот в галуте, в изгнании тебе приходится постоянно рождаться каждый день, в смысле отделяться, отделяться, так сказать, от твоей матери родины, теперешней, в которой ты находишься. Тебе приходится рождаться из нее и отделяться от нее, и это кровь рождения, и она очень свидетельствует о болезненном процессе, постоянном отделении от чужого народа, который хочет поглотить тебя, который хочет быть твоей матерью. Ты от него постоянно отделяешься, постоянно рождаешься. Это образ Ихискеля в галуте. Теперь мы можем вспомнить с вами, что рабцы Иуда в этом моменте говорят, что выход из галута похож на операцию, на отрезание, отрезание поповиня. Ну, это как бы уже сам выход из галута, да, а Ихискель говорит о каждом, о ежедневном рождении, полезенном. Теперь, а здесь мы все-таки говорим о земле Израиля, и поэтому мы не говорим в крови твоей живи, постоянно рождайся. Мы говорим о мой кровь, какую кровь, которая осталась от отрезания. Мы понимаем, что когда говорят обрезать сердце, как сказал нам уже Иеремиягу, то это значит сделать его более чувствительным, более доступным, так сказать, для идей восприятия сердцем идей. Это же тоже не только мозгом человек воспринимает, но и сердцем воспринимает. И вот обрезали, и теперь осталась кровь, и эту кровь надо омыть. Даже память о том, даже, может быть, незначительные моменты, которые мешают восприятию сердцем, их надо устранить, надо устранить эту кровь. Это вот такой образ пророка, на мой взгляд, просто прекрасный, да, не только обрезать сердце, но и омыть кровь, устранить даже память о том, что сердце когда-то было закрыто. Теперь, да, обращение к Иерушалайму. Понятно, что Иерушалайм – основа всего, и особенно в момент, когда пророчествует Иеремиягу. Да, Иерушалайм – это основа, он сам по себе как сердце, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе твои злые мысли. Вот, я хотел вам тут что-то нарисовать, изобразить, не из таких, как бы, каббалистических моментов, но я думаю, что мы все-таки пропустим. Если у нас останется время, мы вернемся сюда. И вот он носится уже «Голос из Дана и весь в бедствии с гор Ифраима». Это предупреждение пророка, что в Дане был поставлен, как мы помним, при Ирване I, был построен храм, и возле него был поставлен телец, или, точнее говоря, был поставлен золотой телец, обозначающий границы Северного Царства, и там же был построен храм. Там жертвы не приносили телцу, но сам по себе храм вместо храма, который был в Иерушалайме, это не только нарушение закона Бога, это вообще просто нарушение всей идеи, как бы, существования еврейского народа с единым центром духовным. Более того, сам по себе телец, он символизирует отдельность, отделенность десяти колен от Иуды. И вот оттуда как бы и начинается беда, оттуда приходит враг. А он даже может не физически прийти из Дана, а он может пройти где-то рядом с Даном, там с севером. Это не важно. Пророк говорит о духовных проблемах, которые приводят наказание на народ. И это и храм вне храма, так сказать, вне храма в Иерушалайме, и это золотой телец, как символ разделенности царств. Разделенность царств, разделение царств, которое произошло сразу после смерти Шламу, оно было самой большой трагедией в том смысле, что судьба и северного царства, и южного была предрешена. И все после этого, это был только вопрос времени после разделения царств, когда пойдет северное, когда пойдет южное царство, и все пророки призывали не только отказаться от этого поклонства, не только закрыть эти храмы, которые в Дании и в Бетели, сейчас мы поговорим о втором храме, который стоял в Бетели, не только закрыть эти храмы, но и объединить страны, объединить страны, потому что разрозненность народа, она обрекала его на исчезновение. Вот этот символ телец, который отделенность, символ отделенности, особенности десяти колен, он стоит в Дании, и он стоит в Бетели, и здесь Бетель выражен как горы Ефраема, а Бетель стоит на горе Ефраема, и там стоит храм, основной храм, потому что он в центре страны, куда стекается народ, и есть такие периоды, когда в Иерушалайме храм оставлен, а народ в нарушении закона Торы, большинство его приходит в Бетель, который по своему убранству и величию служения в нем ничуть не уступает Иерусалимскому храму. И вот теперь оттуда приходит враг, оттуда слышен голос разрушения. Напомните народам возвестить его Иерушалайме, осаждающие идут из страны Дании и оглашают криком своим города Иуды. Как стерегущие поля обсупают они его кругом, ибо меня ослушался он, сказал Бог. И здесь я опять же призываю, может быть, совсем важно нам, а может быть, это второстепенный какой-то момент, я призываю понять текст. И здесь, значит, мы видим, что про врагов говорится, они обступают как стерегущие поля. Что это значит? Кого они стерегут? Что они охраняют? Ну, непонятно же, просто непонятно. Обступают они его кругом, ибо меня ослушался он, обслушался народ. А это враги обступают полем. Теперь здесь такой образ, здесь дается такой образ. Вот на поле работают хозяин и жнецы. Некоторые идут за жнецами, бедные люди, и подбирают колоси, как мы с вами знаем. А некоторые ждут, когда будет оставлен край поля. Край поля, он довольно большой, значительный. Человек может оставить значительный кусок, может немножко, но, как правило, оставляли значительный кусок для поля для бедных, на краю поля, на краю, чтобы туда удобно было подойти. И некоторые из бедных, они ждут, ждут, когда хозяин оставит этот кусок. И тут целый образ вырисовывается тогда. Враги сравниваются с бедняками, которые ждут возле поля, которые, в общем-то, с него уже или собрали, или добирают урожай, и вот час-час оставят край поля, и тогда они набросятся. Бедняки, в общем-то, соблюдали закон Торы, поэтому они не толкали и не били друг друга. А здесь, конечно, да, и здесь тоже, конечно, не будут бить друг друга, но по другой причине, они все вместе, они все заодно, и они придут добирать последнее уже. Придут добирать уже последнее. Потому что Иерушала им останется последним среди всех городов Иуды, которые захватят Новохудный царь. И вот это ощущение того, что вот надвигается эта осада, буря, такая страдание, все это приходит, это ощущение повиснет, и оно тоже будет частью наказания. Враги ждут, когда можно будет наброситься на город. Путь твой и деяния твои причинили мне, причинили тебе все это. Это я в скобках писал, как бы дополнение, такое предложение, которое не совсем понятно. Таково нечестье твое, что горько оно и достигло сердца твоего. То, что нам необходимо, на что обратить внимание, вот слово «путь», которое я выделил, понимаете, не говорится «деяния твои», не говорится о нарушении заповедей, не говорится об долбоклонстве, в другом месте может быть сказано. Но очень часто, и особенно в этих главах говорится «путь», путь, который ты избрал. Ты можешь соблюдать все законы Торы от А до Я. Ты можешь приносить те жертвы в храме по всем правилам, но путь твой неверен. Путь твой неверен. Потому что кроме тех законов, которые описаны в Торе подробно, существует еще некоторый путь у народа. Есть путь у народа. Есть задача всего народа, так сказать, по отношению ко всему миру, его обязанности перед Всевышним – исправить мир. И, как правило, по этому пути ведут пророки. Они подсказывают, каким путем надо идти. От пророков давно отказались, ну и сами своим умом не смогли найти путь. Очень часто это уступки, это союзы с идовопоклонниками, это полагаться на соседей вместо того, чтобы полагаться на Всевышнего. Это как бы неверность и неправильность пути. Скажем, глобального. Ну и вообще просто непонимание, что перед тобой стоят глобальные задачи. Что не только частные заповеди определяют, так сказать, тебя. Не только они защищают тебя. Но есть глобальные заповеди. Есть обязанности по отношению ко Всевышнему. Есть запрет осквернять имя Всевышнего. А это может быть в разных ситуациях разные моменты. Не совсем тривиальные. Нельзя осквернять имя Всевышнего. Вот это, скажем, да, этого понимания нету. Мы помним, как Ишайяву говорит, обращается к людям и говорит вот об этом же самом, что есть глобальные задачи. Они ему говорят, кавликав, цавлицав, заирпо, заиршам, немножко здесь, немножко там, чуть-чуть тут, чуть-чуть там. Мы соблюдаем заповеди, свои частные заповеди. У нас дом кашрут, что ты хочешь от нас. И он говорит, каков ответ пророка, и стала тора для них, кавлицав, кавликав, кавлицав, заирпо, заиршам. Как они хотели, такое стало и тора для них, да, в том плане, что они уже перестали понимать, да, что они исключили этой истории, да, ее глобальные призывы, да, к исправлению мира, да, будьте мне царством священником, священников и народом святым для всего мира, да, это исключено уже полностью, даже понятия такого уже нету, да, не раболепствовать перед соседями, да, такого понятия уже нету. А почему? Надо использовать все возможности для того, чтобы защитить себя, да. И Еремьяу нам, 17 главе, скажет, вот о такой утрате, утрате пути он скажет, да, проклят человек, который надеется на человека. Речь в основном о правителях, о министрах, да, которые полагаются на то, что кто-то их защитит. Да, вот, и, как бы, да, вот эта национальная гордость, национальное достоинство, стремление, как мы видели, как нам сказал, да, отцу Фрим, к былому величию Израиля. Да пусть его нельзя достичь сейчас, но стремление к нему, помнить об этом, да, все это пропало. Да, путь твой и деяния твои причинили тебе все это. Таково нечестье твое, что горько оно и достигло сердца твоего. Достигло сердца твоего. Мы понимаем, что когда, то это образ, также пророческие торы, что когда испорченность касается сердца, о, это очень плохо, потому что нужна какая-то точка отправная, зацепка, да, вот, чтобы от нее оттолкнуться и начать исправление. От нее оттолкнуться и вернуться к правильным исправлениям, представлениям в торе, потому что само по себе это не произойдет. Сердце, как правило, да, это, как мы с вами говорили, живое очищение божественного присутствия, это сердце. Может быть, есть еще другие моменты, но они тоже связаны с ощущением, с чувством, да, вот, и испорченность, как бы, достигает такой степени, что пророчество уже на него никто не обращает внимания, но и ощущение просто, просто ощущение божественного присутствия, да, его тоже уже, тоже уже нету, и, а когда нету этого ощущения, то нету, и, ну, в общем-то, ничего нет, да, потому что, вот мы вспомним царя, царя Шламо, который говорит нам в Мишлей, да, больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него истоки жизни, истоки жизни, да, то есть, ну, в данном случае правильных решений, да, истоки жизни, да, потому что есть чувства, здоровые чувства, что хорошо, что, что плохо, есть все здоровые ощущения, что не воруют, есть здоровые ощущения, что ощущения просто, ты уже ничего не можешь доказать, потому что ты не помнишь, ты не знаешь этих приоритетов, ценностей, историй, но ты чувствуешь, что так не делают, да, так не делают перед врагом, перед соседями, от которых можно ожидать, может быть, какую-то защиту, перед ними не раболевствуют, им не посылают дары, вместо этого полагается на Всевышнего, вот молиться Всевышнему, это ощущение в сердце, оно пропадает, да, царь Давид, отец Шламо, он сказал немножко по-другому, он сказал так, как Решит Хохма, да, Решит Хохма и Рад Гошем, да, и начало мудрости – это трепет перед Всевышним, трепет перед Всевышним, ну, можно, можно там это говорить, как бы, вот, и это трепет перед Всевышним, трепет перед Всевышним, и можно это доказать из начала книги «Зор», трепет перед Всевышним – это живое ощущение присутствия Всевышнего, которое, да, приводит человека в трепет, то ли иной степени, он опасается, он боится, да, опасается, боится, он чувствует Бога здесь, он боится, боится ошибиться, и не только потому, чтобы получить наказание, а просто как можно ошибиться перед Богом, и поэтому Решит Хохма, да, Решит, Рад Гошем, Решит Хохма, трепет перед Всевышним – это начало мудрости. Какая мудрость без этого, вот, этого ощущения, что ты стоишь перед Богом, четкого, как бы, ощущения, что ты стоишь перед Богом, какая-то, может, мудрость, ну, подумаешь так, ну, подумаешь так, ну, сделаешь такой вывод, ну, сделаешь такой вывод, и то, и другое, правильно, и у Торы 70 лиц, да, а есть и другое мнение, и все, пропало дело, да, потому что трепет перед Богом, и привычка к этому трепету перед Богом, да, это начало мудрости, начало, основа выбора правильных решений, да, и вот когда говорится, что нечестье твое, горько оно достигло сердца твоего, это кошмар и ужас, кошмар и ужас, да, сердце перестает чувствовать Всевышнего, оно перестает, так сказать, правильно ощущать, да, и оно, да, или вообще не ощущает, да, скорее всего, вообще не ощущает, и человек забывает о своем сердце и не ориентируется на него, ориентируется исключительно на свою мудрость. Ну, ладно бы еще шли за пророком. Нет, нет, и этого нет, да, нутро мое, нутро мое, я содрогаюсь, рвутся стены сердца моего, ноет сердце мое во мне, да, поскольку сердце народа подернуто пеленой, уже не подернуто пеленой, а нечестье достигло его, да, то у пророка, у пророка болит сердце, да, вот, и у народа сердце больное, а у пророка болит сердце, да, ноет сердце воема мне, не могу молчать, да, вот, не могу молчать, потому что, потому что приближаются, приближаются бедствия, да, хочу рассказать вам обо всех, обо всех бедствиях, которые произойдут, да, для того, чтобы вы поняли, какой дорогой вы идете, ибо слышишь ты, душа моя, звук рога, тревогу брани, пророка ощущает эти наказания, приближающиеся, видимо, что-то у него меняется, если раньше это было как, как бы, как вариант, и оставалась еще надежда, что не будет этого бедствия, да, то теперь нет, теперь это все четче, отчетливее, определеннее, да, конкретнее, вот, и он слышит это, вот, и не могу молчать, должен говорить об этом, да, бедствие идет за бедствием, сядем на опустошина, внезапно разрушены шатры мои, вмиг завесы, мри, доколе буду видеть, я знамя слышит звук рога, здесь знамя врага, да, или, можно сказать, что здесь знамя, которое не победное знамя, а, как мы представляем себе, что в условиях, когда не было средств, средств передачи информации, информацию передавали знаками, и один из способов, это поднимали, на высоком шесте поднимали знамя, которое обозначало, что приближается враг, да, и также трубили в рог, да, и вот пророк говорит, доколе буду видеть я знамя, слышать звук рога, доколе, до каких пор, да, в, так сказать, в моей голове будут звучать эти звуки, и будут передо мной пробегать картины, до какого, я не могу уже это вынести, да, картины приближающегося разрушения, звуки пророческого голоса, пророчества о том, что приходит разрушение, да, это от того, что глуп народ мой не знает меня, сыны они неразумные, да, и непонимающие они, умны они делать вред, а как сделать лучше, не знают, да, дальше не текст, дальше это мои замечания и поментки, да, вот, и, вот, надо обратить внимание, да, глуп народ, ну, честное слово, да, как это он, как это он глуп, как это он глуп, он может быть глуп только в каком-то смысле, давайте представим себе, вот, поколение Ишаягу, да, его можно представить по более поздним, по более поздним событиям, когда, скажем, уже, Яхонию забирает царя Яхонию на выходный царь забирает в плен, он с ним забирает вместе 30 тысяч человек, и среди этих, эти 30 тысяч состоят из мудрецов Торы, из пророков, из людей мужественных и преданных Торе, вот, мы представляем себе, они попали в изгнание в Галут, и там проявляются Ханания, Мишаэль, Азария, Даниэль, да, во дворце на выходный царь, дети, дети, которые обладают и мудростью, и самоотверженностью, и готовы жертвовать собой ради и соблюдения законов Торы, для того, чтобы не посрамить имя Всевышнего, не готовы пожертвовать собой, там образуются общины, в общем-то, в тяжелейших условиях в Бавиле, там есть пророки, Нихискель, Схарья, Хагай, позже Малахи, это все знания, это все либо, либо эти вот 30 тысяч, которые были забраны в основном из Рушалаима, либо те, кого они воспитали, выросли, смогли воспитать в Галуте, да, и в Галут, как мы помним, Галут и Хоня принесли камни и землю, и земли Израиля, и на берегу Брата, вместе у Цалин и Ордея построили синагогу, место учения, которое стало источником мудрости, настоящей мудрости для изнанников, так как же глуп народ мой, в каком смысле глуп народ, не знает меня, не знает меня, это значит не знает моего желания, да, эти все мудрые люди, которые живут в эпоху Ешиягу, да, все хорошо и замечательно, действительно, мудрые люди, да, но как мы увидим с вами, да, они, ну, как можно сказать, современным языком недостаточно активные, у Ешиягу нету достаточной поддержки, и они, эти люди, они во многом во многом отчаялись, они не верят не верят в исправление, и поэтому Ешиягу в значительной степени остается один, это как бы призыв к чуме и все, что он делает, это во многом, в значительной степени действия одного человека, да, и все эти праведные люди, которые встрепенутся, придут в себя в Бавиле, да, и проявят, и самоотверженность, они недостаточно помогают, недостаточно помогают ему, и и в этом плане, можно сказать, глуп народ мой не знает меня, да, они отчаялись, они должны были бы молиться, они бы должны были понимать, что желание Всевышнего это не изгнание, наоборот, да, остаться остаться на земле, да, некоторые из этих людей, и может быть даже значительная часть, глуп в том смысле, что они занимают позицию противную Еремиялу, они за восстание, за борьбу с Невыхудмецавом, и не понимают при всей своей мудрости, они не понимают того, что для того, чтобы победить, победить еврейскому народу, не другим народам, там, скажем, да, как они умеют сражаться и бороться на поле боя, а еврейскому народу, который тоже умеет сражаться на поле боя, ему нужна основа, а основа это морально-нравственный уровень и вера во Всевышнего, и этой основы нету, и они не пытаются ее построить, и не прислушиваются к Еремияву, который говорит, что без этого невозможно будет победить, да, или, скажем, да, или нужно поторопиться и приложить все усилия для того, чтобы произвести исправление в народе, или, когда придет Невыхудмецар и подступит со своим войском, надо ему сдаться, да, и это тогда можно будет сохранить Ирушалаем и можно сохранить храм, выходить на борьбу, когда есть пророк, который предупреждает, что у вас нету для этого основ, чтобы победить, духовных основ, это называется не знать Всевышнего, в этом плане глуп народ, и в этом плане это глуп народ можно отнести даже к тем великим людям, которые проявили себя впоследствии в Бавиле, поняв там многое, осознав мгновенно, некоторые не мгновенно, а некоторые мгновенно осознав, что Всевышний делает, каково его желание и насколько тяжелое наказание он послал, Бавиле не себя проявили, а здесь нет, не понимают, не понимают, многие не верят в исправление, у Ишаяу нет достаточной поддержки и так далее, и так далее, в этом глуп народ, и я еще раз призываю понять, насколько сложен текст Еремьяу, других пророков тоже, но здесь, я думаю, есть какие-то свои особые сложности и подводные течения, так что прочитать глуп народ и вдруг вспомнить про Ирушалаем город мудрецов и представить себе, как он проявился Ирушалаем, мудрецы, которые были из Ирушалаем, как они проявились в Бавиле, нужно сказать стоп, стоп, надо это как-то понять, осмыслить, напрямую как бы глуп народ и то, что происходит потом, сейчас происходит в городе, множество мудрецов, но потом это раскроется, это не вяжется, обязательно нужно как бы прочесть текст, на мой взгляд. Сыны, они неразумные. Сыны, они неразумные, умны, они делают вред, а как сделать лучше, не знают. и речь сейчас не о том, что нету суда, в городе грабят, скажем, обирают бедных и так далее, речь не совсем об этом, а речь о том, что есть государственные мужи, которые должны были как-то, как говорят, разрулить эту ситуацию, и, в частности, утвердив и суд, суд, они не могут это сделать, умны, а умны, они делать вред. речь идет о Минаше, о периоде Минаше, прошло не так много времени, это мудрецы, это люди, которые были в период Минаше, и, может быть, к ним конкретно-то не относятся, вот так вот, упреков, не делают вред, но поколение, да, оно очень хорошо, очень хорошо жило при Минаше, да, очень хорошо жило при Минаше, по мудрецах это трудно сказать, но вот о людях вообще можно это сказать, да, а теперь, вот как выйти из этой ситуации, как исправить все, что наделал Минаше, они не знают, да, вот, да, и опять пророк говорит, вижу я землю, и вот пустота, и хаос, да, поскольку умны делать хуже, и не знают, как сделать лучше, да, вижу я землю, и вот пустота, и хаос, небеса, и нет света их, вижу я горы, и вот дрожат они, и все холмы сотрясаются, вижу я, и вот нет человека, и улетели все птицы небесные, да, вот, и, ну, не знаю, тут было мне как-то важно, вы уж извините, если не всем это важно, да, вот, в, в, я, 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 да, есть такая строчка, обещание пророка, пророка, и пророк говорит, вы ганоти, это ир, ке, ке, афот, ке, ке цифорим афот, вот, я выписал здесь 31 глава, как птицы пролетающие, так, бог воин защитит Ирушалаем, защитит и избавит, перешагнет через Ирушалаем и спасет, здесь такая аналогия с Песохом, тоже интересно, но мы сейчас это оставить, оставим, да, вот, я много, много лет бился, как бы, да, прежде чем, стал понимать, что это защищу, как пролетающие, как пролетающие птицы, ну, некоторые комментаторы пишут, как птица над гнездом, да, ну, нет, извините, да, тут птица пролетающая, птица не пролетает над гнездом для того, чтобы она его защитить, или, если бы было сказано, что она окружит над гнездом, то было бы сказано, да, мирахефет, порхает, держится над гнездом, а здесь пролетают как птицы пролетающие, да, очень интересно, да, от микра такой, не сборный, комментарий разных авторов, в общем-то, с таким академическим образованием, но это не значит, что люди неленизиозные, что-то они извращают, да, но там в качестве предположения высказан такой, высказан такой момент, да, в стеле Сан-Хирива, в его записях есть стела Сан-Хирива, известная, да, и на ней написано, что вот я 46 городов, я собрал, как собирают яйца в поле, Сан-Хирив хвастается своей, так сказать, своим победным шествием, вот 46 городов, а Иерушалайм, поскольку он не захватил, так он говорит так, а Хискиягу я запер, как птицу в клетке, и, да, от микра вводит такое предположение, что вот, наверное, это ответ Ешайягу, Сан-Хириву, что я защищу город, от врага, от тебя, Сан-Хирив, ты говоришь, что ты запил Хискиягу в клетке, а я сделаю, как птица летающая, это неверно, это неверно, почему, да, потому что, потому что здесь, мы с вами видим, да, вижу я, и вот нет человека, и улетели все птицы небесные, птицы небесные, кроме голубей, да, как мы с вами это можем видеть из Малахимбет, птицы небесные, да, улетают в предчувствии беды, да, и они не появляются возле города, и они не пролетают над городом, где идут боевые действия, то ли они боятся стрелы, то ли, и они не выдерживают этого зрелища, кроме воронов и коршунов, а вот птицы небесные, они не появляются возле осажденного города, и начинается это уже с того момента, когда приближается беда. И тут мы понимаем красоту пророка, да, красоту выражения пророка, в данном случае Ишаяху, который говорит, да, что как птицы пролетающие, так Бог воин защитит Иерушалаим, да, я защищу Иерушалаим так, что бедствие не приблизится к нему, что, так сказать, природа птицы не почувствует этого бедствия, враг будет на расстоянии от Иерушалаима, и там он умрет, и птицы этого не почувствуют в самом Иерушалаиме, возле Иерушалаима, они как пролетали над Иерушалаимом, они как порхали над Иерушалаимом, они так и будут порхать над Иерушалаимом. Конечно, здесь можно увидеть такую как бы отсылку к ангелам, но простой смысл, как пролетающие птицы, в городе не будет ужаса, в городе не будет даже паники, не будет паники, и не только люди, которые пугаются позже, не испугается природа, которая чувствует заранее приближающиеся бедствия. Ну, не знаю, может, я занял ваше время, но здесь для меня какая-то невероятная красота пророка, когда и с одной посылки можно понять другую. Дальше. Ибо так сказал Бог, в пустыне устанет вся земля, будет земля оскорбеть, и об этом от шума всадников и лучников. И мы здесь попробуем с вами затронуть пятую главу, чтобы продвинуться дальше. Пятая глава начинается словами «Пройдите по улицам Иерушалаима, и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, если найдете мужа, поступающего справедливо, ищущего правды, я простил бы ему Иерушалаима». Опять загадка. Знаете, сколько евреев занимались расшифровкой языка санскрит? И сколько до сих пор занимаются надписями на санскрите? Ну, если бы все эти головы направить на пророчество. Но, честное слово, мир бы был более лучшим, более высоким, более моральным. Пусть санскритом занимается кто-то другой. Вон, есть индусы, люди тоже очень умные и сообразительные, а наше дело, ну, здесь. И здесь у нас с вами опять загадка. Про Иерушалаима. А что же, вы там не найдете мудрых людей, честных, совестных, да? А потом одного человека, да? А потом одного человека, да? И вот мы опять с вами можем вспомнить их Анани Мишаиля Азария, да? Вот. Мы можем вспомнить, они же в Ярушалаиме. И если их даже сейчас нету, то подобные им, безусловно, есть в Ярушалаиме, если они растут в более поздний период, более тяжелый период, то сейчас тем более есть, безусловно, есть праведные люди. В Ярушалаиме, да, это одно, а второе, значит, какая-то посылка против Торы. Вот если бы был один человек, если бы был один человек, я бы простил Ярушалаиму. И мы уже с вами чувствуем, правильно, да? Рассказ о Сдоме. Там в Сдоме, как из-за всего рассказа, понятно, что для спасения города требуется 10 человек, да? Для спасения города потребуется 10 праведников. Ну, можно подумать, почему, что когда есть 10 праведников, это значительное число, есть надежда, что они смогут влиять, хоть как-то повлиять, хоть что-то хорошее зародить в этой страшной обстановке, вот, а там как-нибудь, может быть, дальше это хорошее разовьется, 10 праведников было бы достаточно для того, чтобы похитить город. А здесь Всевышний говорит через пророка, да, дайте мне хоть одного. Как это может быть? Во-первых, должен быть этот один, и не один, а во-вторых, почему одного, да? Если уж говорить, дайте 10. И тут такая ситуация, да? И тут такая ситуация у нас с вами. Да? Мы через любимого великого комментатора, да, вот, я очень обижаюсь частных комментаторов, как вы знаете, что они не расписали все, того, что какие-то моменты они пропустили, да, но без них тоже нельзя, не то что тоже, а не основу всего, и вот здесь Мальбин меня просто потряс, да, опять же, по сравнению с другими, которые пытаются что-то построить, и я чувствую, но у них не получается как-то, да, с точки зрения логики разваливается. Мальбин говорит, обратите внимание, да, что пророк не посылает нас в дома, в дворы, да, он не посылает нас и в дома учения, да, он посылает нас на площади, да, вот, он посылает на улице Ирушалаима и на площади, чтобы там поискать одного человека. И Мальбин говорит, да найдете вы там ни одного, но он, но пророк говорит о том человеке, которого слушают, да, которого слушают, который учит, не только поступает справедливо, который учит поступать справедливо, да, ну, понятно, что так должно быть, потому что, ну, какая разница, так грубо говоря, конечно, в такой ситуации поступает он справедливо или нет, разница в том, чтобы он мог научить принципиальный момент, чтобы он мог научить, чтобы у него хватило настойчивости и смелости, ну, и уж, если говорить своей праведности, потому что человека лицемерного слушать не будут, это уж точно, чтобы у него хватило и своей праведности, чтобы он мог научить других, да, есть такие люди, ну, что говорит мольбин, когда они приходят на площадь и пытаются говорить, все разбегаются, не хотят их слушать, да, надоели им эти поучения, да, люди заняты своими делами, да, и как мы увидим в дальнейшем, как это часто бывает, к великому сожалению, да, простых даже, которые не получают никакой выгоды от этого устройства общества, их устраивает все, их устраивает ситуация, и они ничего не хотят менять, и они ни о чем не хотят думать, да, оставьте нас в покое, да, дайте нам продать там свою рыбу, овцу, хлеб, который мы испекли, да, заработать какие-то деньги, ну, хорошо, возьмут с нас налоги больше, да, но главное, главное, чтобы спокойно было, спокойно, на душе, чтобы было спокойно, чтобы вернуться домой, там, чтобы все было спокойно, да, не впутывайте вы нас в эту политику, как говорят, да, неинтересна нам ваша, неинтересна нам ваша политика, да, вот, и, скажем, сколько раз в Израиле я слышал вот людей, да, ну, скажем, люди состоятельные такие, да, занимающиеся мировым бизнесом, мне говорят, ну, я газет не читаю, я из всех газет читаю, глобус, глобус там, где рассматриваются экономические проблемы, принципиально не читаю, да, меня это не интересует, оставьте меня в покое, есть хорошие газеты, есть, скажем, в Израиле Макур и Шон, первоисточник переводит на русский язык, очень толковая газета, да, и, ну, просто не интересует, просто, и вот здесь такая картина, приходит человек, да, люди заняты своей там торговлей, проблемами, может, шедухи им заняты, да, может быть, с хорошими делами, и он им говорит, да, надо исправить ситуацию, да, надо, надо нам сделать суды более честными, да, надо делать суды более честными, надо прислушиваться к пророкам, это совершенно, совершенно необходимо, для того, чтобы, надо знать законы ритуальной чистоты, не чистоты, ну, и не только это, надо знать законы, законы торговли, да, и вот надо утвердить нам на каждом рынке, нам надо утвердить суды, и тех, кто, и тех, кто будет следить за, тех, кто будет следить за ценами, да, это все надо утвердить, и народ разбегается, да, и оставьте в покое, оставьте в покое, нет, это то, это та картина, которая здесь, так что проблема не в праведниках, и мы это дальше увидим, мольбим прав в смысле последующего текста, да, проблема не в праведниках, а проблема в том, что от них разбегаются, да, вот, да, проблема в том, когда от них разбегаются, но еще несколько минут, потому что мы поздно начали, вот, пока ждали, когда все присоединятся, вот, еще предложение, да, и Еремья говорит себе, и сказал я себе, ведь это бедняки, да, на улицах, посмотрите, как интересно, да, без того, что мы сказали, текст не читается, да, вот, человек праведный, был бы один человек праведный, да, речь не шла о многих в тексте, это мольбим нам подсказал, что речь идет о многих, а в тексте речь не шла о многих, в тексте речь шла о том, чтобы найти одного праведника, да, а он теперь говорит, это бедняки, да, И он имеет в виду тех, кто на улицах, на улицах, на площадях, и они разбегаются от любого поучения, от любого наставления. Ну, ладно, говорит Иеремья, а что с них возьмешь? Люди невежественные, не знают пути Бога, не учились, закона всесильного своего, ни пути, ни глобальных вещей, как бы общих не понимают, ни закона конкретного они не понимают. Бедняки, бедняки и неимущие люди в этом плане, и бедняки в том смысле, что они бедны, так сказать, умом или бедны торой. Пойду-ка я к знатным и поговорю с ними, теперь, значит, куда к ним идти? Вот ты предлагал исходить по улицам, может быть, там нужно? Нет, теперь другой ход. Теперь другой ход, нужно пойти в дома, это я в скобках написал, дома на заседания, и до них трудно добраться, они не в народе, они не с народом, они на площадях, они сидят в кабинетах, заседают. Пойду я поговорю с ними, что нужно как-то исправлять ситуацию и в плане закона, что он должен быть на улицах, на рынках должен быть четкий закон. И в судах закон должен быть гораздо более четким, чем он сейчас. Вот пойду я поговорю с ними об этом. И в плане выбора пути, ориентации народа, какие национальные задачи перед нами стоят. Я пойду с ними об этом поговорю, пойду к ним домой. Но они все сбросили ермо, расторгли узы. Опять же, в каком смысле сбросили ермо, расторгли узы? Весь в том плане, что они не соблюдают заповеди. Я не думаю, что к ним бы пошел Еремьяху, и о них была бы речь. Как правило, пророки, они уходят от тех людей, которые ушли от Торы, оставили ее. Они как бы занимаются людьми, которые верят в Бога, которые в той или иной степени соблюдают закон, но не могут найти ориентиры. Этим занимаются пророки. Поэтому я не думаю, что речь идет о тех людях, которые сбросили с себя заповеди. Они да, сбросили с себя заповеди, но только в каком смысле? В том смысле, что они ничем не хотят заниматься. Как мы с вами говорили, есть определенное отчаяние, разочарование. Есть и забота о своем благополучии, представление о том, что свое благополучие важнее любых общественных дел и проблем. И в этом плане они сбросили с себя ермо, и в этом плане они расторгли узы, расторгли союз в том плане, что они как бы не хотят отвечать за других, не хотят отвечать за все общество. За это убивает их лев, из леса волк из пустыни нападает на них, близ городов подстерегает их леопард. И опять же, можно здесь пропустить и сказать, как бы в общем, что есть наказание, что за то, что они делают, оставляют как бы без такой моральной охраны оставляют население. За это и они остаются без охраны Всевышнего, и когда выходят из города, на них нападают дикие звери. Но здесь интересно, почему разные звери, и очень тоже хочется на этом установиться. Лев, как правило, наказание за еду поклонства, можно объяснить. Кстати, в комментарии книги пророка Иеремьяу я очень подробно расписал эти образы. И вот лев, он в неживой природе параллельно на огню, да, и сейчас нет возможности просто как бы строить всю эту композицию из образов. Вы мне уж поверите, что лев – это наказание за идолопоклонство. Волк. За что наказание волк? Волк – наказание за несправедливость, да, за воровство в том или ином виде. Потому что волк, да, он, в общем-то, то, что касается человека, он вор, он приходит в селение, он ночью натаскивает овцу, и то, что его характеризует, если ему дадут отпор, он может напасть и на человека. И вот волк – наказание за несправедливость того или иного вида, за нечестность в суде, да, вот он приходит в волк, да. Что же такое леопард? Зачем, так сказать, Иеремьяу для красного словца приплел здесь леопарда? Я, чтобы только не воспринимал, что это неуважение к пророку, так как бы пробудиться, проснуться нам с вами. Вот. А в чем здесь леопарда? Леопарда, того же, тот же Иеремьяу, использует, да, использует как образ неспособности, неспособности раскаяться. Я вот здесь в скобках вам написал, да, неспособности раскаяться, измениться, да, как бы, да, пятна его всегда будут при нем, и их не стереть, да. И вот леопард, скажем, такое подведение итогов, волка, преступление против Всевышнего, волка, преступление против человека, и леопард как внутренний мир человека, и каждого человека неспособность его раскаяться. Здесь я остановлюсь, буквально несколько минут у нас на вопросы, пожалуйста, давайте я сейчас делаю стоп-шер, вот, и, пожалуйста, если есть желание задать вопросы, то я буду рад их услышать. Вот, я думаю, что не все получили извещение, да, нас даже Тимофея нету сегодня с нами, который постоянно присутствует, но ничего, постараемся выставить заповедь. Пожалуйста, если, вот, пожалуйста, есть что-то есть, спросите, я готов пытаться ответить. Ну, хорошо, тогда готовьте на следующий раз вопросы, да, я хочу, как бы, сделать занятия такие, вот, остановиться и начать спрашивать вопросы, но я уже боюсь, что вы не будете их задавать, мы просто будем терять время. Правда, я тут в чате Барух написал что-то на иврите. Да, «Эвелим Медерих Пишам», я не совсем понимаю, что я понимаю эту фразу, я не понимаю совсем, не совсем понимаю, что он имеет в виду, чем вопрос. Просто там было сказано «Эвелим Бнеями», да? Да. «Сыновы народы», да? А в том береге Кувзайн, который мы читаем в Рошане, там сказано «Эвелим Медерих Пишам». И, может быть, я не проследил за переводом достаточно, беру как домашнее задание, хорошо, вот, потому что мне сейчас трудно соотнестись с переводом, постараюсь следующее занятие начать с этого момента. Нет, я хочу сказать, что они становятся «Эвелим Медерих Пишам», да, просто так будет. А, очень хорошо. А, в этом плане, понял, да, замечательно. Прекрасно, 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 да, да, замечательно. Объясните нам, пожалуйста, мне, вот то, о чем вы только что говорили с Барухом. «Эвелим Медерих Пишам», ну, я попробую передать мысль Баруху, может быть, он сам попробует лучше, а? Барух, может быть, вы объясните лучше, Рут спрашивает. Я человек маленький. В другом месте «Эвелим Медерих Пишам» сказано, есть такой оборот, «Эвелим Медерих Пишам», то, что люди стали глупы из-за пути их преступления. То есть, они пошли в пути преступления, и это их сделало тупыми и невосприимчивыми. И тоже, согласно, про «Эвелим Медерих Пишам» у нас, согласно про «Эвелим Медерих Пишам». Спасибо, спасибо, зазвучно. Хорошо, да. Ладно, тогда мы с вами, с вашего разрешения, закрываем форум. Я надеюсь, что мы что-то сделали, по крайней мере, мы с вами сделали запись, которую, я надеюсь, что посмотрит еще кто-то. Всем хорошего, всем хорошего года. Если есть такая возможность, следите за Фейсбук, я стараюсь там ставить интересные материалы, как говорится в одном фильме, совершенно безвозмездно. Всего самого-самого доброго, хорошего года, успехов, здоровья, дай Бог. Всем-всем-всем. Спасибо вам тоже. Всего самого-самого. Хорошая запись. Спасибо огромное. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.